Всем привет! Я доктор Евгений. Раскатка всего тела. Самомассаж с помощью роликов и мячиков. Показываю, смотрим. Буду показывать, как это все сделать снизу вверх. Начнем с икроножных мышц. Мы берем подобный ролик-валик. Найти вы его можете в любом спортивном магазине. Делаем следующим образом. Мы берем ролик и подкладываем его под ахилловые сухожилия. То есть это те сухожилия, которые от пятки до кроножной мышцы на голени. Подкладываем их сюда, даем опору на руки и приподнимаем таз. Естественным образом сейчас ноги давят на ролик. После этого мы сели, надавили и делаем легкие движения, прокатывающие вперед-назад. Вы можете разделить голень на две части. Нижнюю и верхнюю. То есть нижняя половина, верхняя половина. И катайте сначала нижнюю половину. Прямо до пяток и до середины голени. То есть до сухожильно-мышечного перехода. Делайте таких от 8 до 12 прокатывающих движений. После этого можно развести стопы наружу и прокатывать уже более латеральную наружную часть. Как раз таки сухожилия трехглавой мышцы голени. Что за трехглавая мышца голени? Это икроножная с комбаловидной. Таких 8 до 12 прокатывающих движений и таких 8 до 12 прокатывающих движений. После этого вы просто перемещаете ролик немного выше и делаете то же самое уже по брюшку икроножных мышц. От центра до подколенной области. Саму подколенную область, то есть саму подколенку не катайте. Потому что там зона достаточно нежная. И желательно ее под большим давлением не прокатывать. То же самое стопы разверните наружу. Не только стопы, а бедра и голень. А затем вовнутрь. Самое главное, что не старайтесь оттянуть вверх ноги. То есть естественным давлением, собственным весом будут ноги давить на ролик. И прокатывающие движения будут достаточно качественные. После этого, если вы прокатали и вы ощутили недостаточное давление, вы можете по отдельности каждую из ног прокатать. Что для этого нужно? Также устанавливаете на необходимый уровень ролик. На верхнюю треть, либо на нижнюю. И можете ногу закинуть на ногу. И как бы верхней ногой усилить давление на нижнюю. И делать то же самое. Вперед, назад. И каждую из точек болезненных, неприятных катаем до уменьшения болезненных ощущений. Можете повторить на другой ноге. Вот так вот голень сзади прокатывается. Поднимаемся выше задняя поверхность бедра. Самое укороченное в нашем современном мире. Из-за постоянного сидячего положения, позиций за рулем и так далее. Ставим ролик, устанавливаем над коленом. Также поделим бедро на две части. Нижняя и верхняя. Устанавливаем над коленом. И здесь у нас будет один пунктик, который будет нам мешать давление оказывать. Это пятки. Которые будут постоянно пытаться подняться вверх. И получается, что мышцы будут напрягаться. И как бы выталкивать ролик вниз. В этом массажном движении нужно стопы расслабить, чтобы голень не напрягалась. И во время этого движения, чтобы не было вот так, а было именно вот так. Чтобы пятки катались, именно скользили по полу. То же самое. Стопы на полу, руки на полу. Поднимаем таз и расслабляем бедра. То есть не выпрямляем колени. И делаем прокатывающие движения. Сначала нижнюю треть вариативно. То есть от 8 до 12 это среднее количество, которое в принципе дает уже какой-то положительный эффект. И потом верхнюю половину до седалищных бугров. То есть до вот этих косточек, на которых мы сидим с вами. И катаем до седалищных бугров. Тот же самый принцип. Если хочется усилить давление, не чувствуете достаточного продавливания, устанавливаете на необходимую зону ролик, закидываете ногу на ногу, поднимаетесь и усиливаете давление верхней ногой. Как бы давите на нижнюю. При этом не поднимаете нижнюю ногу. И поехали прокатываем этот участок. Таким образом можно обнаружить уже какие-то специфические болезненные зоны в этом месте, которые требуют дополнительной доработки. Передняя поверхность бедра, сразу предупреждаю, достаточно болезненная. Поработать надо будет с трех сторон. С наружной, центральной и внутренней. Ложимся на ролик бедром. То есть на локти устанавливаем свои локти на пол. И ролик устанавливаем на середину бедра. Также можете поделить на нижнюю и верхнюю часть. Вот начнем с нижней. То есть ролик ставим чуть выше колена. Само колено и коленную чашку не катаем. Вторая нога, она либо расположена на колене, если сильно больно. Если хотите увеличить давление, то необходимо просто вторую ногу выпрямить рядом. И она будет просто как стабилизатор ваш. Вот и все. И делаем движение вперед-назад. При этом нижняя нога, она должна также пальцами скользить по полу. Вот это вот движение мы сделаем чуть позже. Поэтому прокатываем сначала центральную часть. Это проекция прямой мышцы бедра и широкой мышцы промежуточной бедра. То есть вастус интермедиус, она так хитро называется. Потом меняем позицию больше на латеральную поверхность бедра. И делаем то же самое прокатывающее движение. После этого устанавливаем больше на внутреннюю поверхность бедра. Но не на совсем медиальную, то есть на переднюю, внутреннюю. Здесь есть такая капелька мышцы, если выпрямить ногу, напречь ее, она обозначится как такой небольшой выступ. И катаем этот участок мышцы. Движения короткие, небольшие. Откатали нижнюю треть, переходим на верхнюю. Здесь принцип точно такой же. Катаем до передней ости. То есть это косточка, которая располагается вот здесь. Об которую все время об шкаф, об кровать, об какие-нибудь углы, об стол. Приходится биться. Вот. Откатали. И здесь будет дополнительный момент. То есть находим самую болезненную точку. И чтобы ее усиленно проработать, можно сделать следующее движение. Мы остаемся на этой точке. И делаем сгибание в колени. И разгибание. Движения должны быть плавные, медленные, без резких каких-то прорывков. Но в то же время максимально амплитудные. И делаем так несколько движений до уменьшения болезненности в этой точке. Таким образом можете прокатать бедро. По отдельности каждая, либо оба сразу. Но рекомендую делать это по отдельности. Оба сразу они недостаточно качественно получаются. Переходим выше. Область таза. У нас будет задняя поверхность. Это большие ягодичные с малыми. И боковая поверхность. Это средняя ягодичные с напрягателем широкой фасции. Тут достаточно интересная позиция. То есть мы садимся на ролик. Прям садимся. И чтобы прокатать каждую из ягодичных мышц, мы должны согнуть ногу той стороны, которую будем прокатывать. Допустим, сейчас, чтобы прокатать левую сторону, я должен левую ногу согнуть, а правую выпрямить. И сделать уклон, то есть где-то под 45 градусов на ягодицу. То есть я должен повернуть свой таз на ягодицу и делать массажные движения вперед-назад, прокатывающие. Прокатывать я должен вплоть до поясницы, потому что ягодица у нас крепится к крылу таза и является, можно сказать, нижним началом поясничной области. Катаем таким образом, вперед-назад и меняем позу, сторону для того, чтобы прокатать обратную сторону. Извиняюсь, не обратную, а вторую половину. Если недостаточно усиления, вы можете сделать следующим образом. Чтобы усилить давление, закиньте ногу на ногу и катаем ягодицу той ноги, которая сверху. Сейчас, допустим, левая нога у меня сверху, а левую ягодицу я и буду катать. То есть прокатываю прям активно. Вот в этой позиции у меня мышцы укорочены. Плюс еще дополнительно грушевидная мышца там тоже укоротилась и она находится в скомканном состоянии. Сейчас до нее добраться достаточно просто. Застоев от каких-либо, зажимов от каких-либо, спазмов, триггерных точек, лимфозастоя и так далее. И вот эти вот массажные движения я делаю до тех пор, пока не почувствуя облегчения. После этого можно дополнительно использовать мячики. Мячики. В данном случае я рекомендую прям круглый плотный мячик для лакросса. Теннисный немножко не подойдет, потому что область таз достаточно тяжелая. Он может просто треснуть. И мячик установить именно в ту область, которая была болезненнее всего. Вы также эту ногу сгибаете, находите самую больную точку в ягодице, которую вы у себя нашли. И просто садитесь на нее и давляете всем весом на эту зону. Опять же не перестарайтесь. Не надо через сильную боль работать, через легкую боль допускайте это давление. И немножко постояли, сделали легкие круговые движения, переместились на следующую зону, отработали ее. И так каждую точку примерно по 30-20 секунд проработали. Так большие ягодицы освобождаются, расслабляется таз, с позиции его выравнивается. И уже куча-куча проблем с поясницей и с тазобедренным суставом решается. Переходим на среднюю ягодичную мышцу. Средняя ягодичная мышца. Расположение ее от крыла таза до седалищного бугра. То есть если вы найдете косточку сверху, которая на тазу, и косточку, которая на бедре, то есть именно вот здесь располагается средняя ягодичная мышца. Вот в этот промежуток и надо поставить ролик. Движение будет короткоамплитудное, то есть достаточно мелкое. Мелкое и позиция, то есть ставим на локоть, старайтесь не лежать на плече, то есть выпрямьтесь. Нижняя нога легко согнута, верхняя она будет у нас толчковой, то есть верхней ногой мы будем толкаться. И делаем прокатывающее движение. Вниз, вверх. Сканируем как бы эту область, заодно массируем, сразу уничтожая все проблемы в этой мышце. Определяемся с какими-либо самыми болезненными промежутками, которые вас прям мучают. После этого возьмите еще раз круглый мячик, лысый. Установите его на самую болезненную точку. Больно. И ждите пока нога отнимется и похолодеет. Нет, ждите когда как раз таки нога расслабится и возможно ощущение следующее. То есть будет стрелять куда-то в колено, куда-то в стопу. Но в этих болезненных точках задержитесь. Потерпите слегка, делайте легкие ротационные движения вверх-вниз. И потихонечку вот этот вот отстрел, вот этот вот отстрел в пятку либо в колено он отпустит. Останется только локальное давление под мячиком. Вот когда оно там только и сконцентрируется, еще раз немножко покрутите эту зону и все. То есть боль отпустит, как будто ее там и не было. Вот так в основном и работает мячик. То есть он делает давление на определенную зону, боль распространяется, а потом только в кучку собирается. Это признак того, что вы все сделали качественно. Вот, переходим выше. Спина. Поясничная область. С ней надо немножко аккуратнее. Многие по какой-то причине рекомендуют не прокатывать поясницу. Но это можно сделать следующим образом. То есть мы устанавливаем ролик. Ролик используем средней жесткости. То есть не с шипами, которые, не которые тракторные, как его называют. И установили чуть выше получается ягодиц, вот крестца вверх. Делаем короткоамплитудные с опорой на руках прокатывающие движения до средней части спины. То есть до грудного отдела позвоночника. Делаем такие массажные движения вперед-назад. Для того, чтобы просто-напросто разгладить, разбить, размассировать, запустить ток лимфы. Каждой из мышц в районе поясничной области. И следом сразу же переходим на среднюю часть спины. Средняя часть спины самая такая тугая. И частенько бывает болезненная. Поэтому тут не перестарайтесь. Мы устанавливаем ролик на среднюю часть спины. Ноги согнуты в коленях. Таким образом. То есть мы как бы поднимаем таз. Не как бы, а поднимаем таз. Руки можете скрестить на груди. И делаете толчковые движения ногами вперед, назад. И доходите до лопаток. Это как раз и граница средней части спины. Доходите до лопаток и катаете эту зону. Вы можете сакцентироваться немножко налево, либо направо. И делаете так же от 8 до 12 массажных движений. После этого, чтобы увеличить гибкость, допустим, в средней части спины, вы можете остаться в этой зоне. И потихонечку поднимаете руки и запрокидываете все тело назад. А затем вперед. И поделаете так несколько движений, для того, чтобы добавить мобильности в грудном отделе в среднем. Но опять же, легкая боль, она допустима. Если вы делаете через силу, либо кто-то на вас еще сейчас прыгнет, это будет очень опасно. Поэтому не перестарайтесь. Переходим на верхнюю часть спины. Верхнюю часть спины. Устанавливайте ролик сразу под лопатками. Сразу на нижнем углу лопаток. После этого вы можете, и лучше всего сделать так, обнять себя. Правая рука на левое плечо, левая на правое. То есть, как бы округлить грудной отдел, чтобы раскрыть мышцы, выпрямляющие позвоночник. И делать следующее движение. Так же таз поднимаем. Поднимаем и докатываем ролик до нижней шейного отдела. Вперед, назад, вперед, назад, еще раз вперед, еще раз назад. И по такому же принципу от 8 до 12 прокатывающих движений. Переходим на широчайшую мышцу спины. То есть, это тоже отдел спины. Мы будем катать чуть позади подмышечной ямки. Сегодня я вас раскатаю. Устанавливаем ролик ниже подмышечной ямки. То есть, не таким образом, а именно вот сюда. И прокатывающие движения делаем следующие. То есть, мы даем опору на локоть. Ноги именно в такой расстановке, чтобы можно было, если что, приподняться, если сильно больно. Делаем следующее движение. Руку выпрямляем и толкаемся ногой вперед, назад. Мы катаем как бы ребра. Что касается самой мышцы, то есть, это те самые мышцы крылья. То есть, если вы руку поднимете, и вот крылья, это и широчайшая мышца, которая ниже подмышки. Вот ее и надо прокатать. Места крепления возле позвоночника мы отработали, когда катали поясницу и среднюю часть спины. И таким образом руку выпрямляем и саму мышцу прокатываем вплоть до задней поверхности плеча. По сути, на лопатку даже переходим, но не закатываемся в саму подмышку. Вперед, назад. Желательно здесь откатать до уменьшения болезненных ощущений. Дыхание можете здесь легко задерживать, для того, чтобы не продавил ролик грудную клетку. По ребрам немножко будет больновато катать, но также вы здесь еще отработаете зубчатую мышцу, которая стабилизирует лопатки. Если у вас торчат лопатки, это вам частично поможет избавиться от этого. Переходим на шею. А шея легко. Шея. На ней лучше заканчивать раскатку, потому что это самый приятный участок, который вы можете себе отмассажировать самостоятельно. Можете взять этот ролик, подложите его под шею, но не на центр шеи, чтобы прогибалась именно голова, а ближе к затылку. Делайте следующее движение. То есть просто установите голову таким образом, чтобы она даже легко кивнула вниз. Вы тем самым раскроете короткие разгибатели шеи, те самые мышцы, которые держат атлант, первый шейный позвонок. И просто буквально минутку полежите в таком расслабленном состоянии. После этого делайте легкие движения, поворот головы налево и направо. Налево и направо. И так чуть-чуть себя промассажируйте. Потом можете уйти в шавасану и 3 минуты поспать. Можете в самадхи уйти. Кто как желает. Все, давайте, пока я закончил. Таким образом вы можете делать самомассаж ежедневно. Просто для того, чтобы расслабить тело и физически ощущать, где что у вас происходит. Я еще многие участки не показал, как раскатывать. Это специфические зоны. Внутренняя поверхность бедра, наружняя поверхность бедра, грудные мышцы, живот. О них я буду говорить в следующих выпусках. Поэтому можете подписаться. Нажмите колокольчик, чтобы постоянно выскакивали видео. Чтобы вы успели посмотреть и не пропустили эти все видео. Кому интересно, делитесь этими роликами. Я думаю, что все это вам очень даже полезно. Поэтому до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok